привет подписчикам моего канала вот вновь решил выйти погода замечательная 18 градусов цельсия светит солнышко ветер западный 3 метра в секунду вот шел короче от дома до суда бросал приманки пока что нет никаких результатов замечал не раз вот в этой части хищник более активный то есть здесь он всегда присутствует ну вот сейчас уже вот-вот подойду к реке и начну забрасывать свои приманки посмотрим как она отреагирует будет ли она брать сегодня прошел где-то дома километр полтора очень жарко до из дома воды не взял ну посмотрим как обстоят здесь дела погода просто замечательно правда ветерок хоть и слабенький но все равно приманку бросал до это приманку сбивает с направления забросы получается не точные но сейчас посмотрим как здесь обстоят дела вода реально поднялась прилично то есть вот там где камыши раньше можно было стоять и оттуда забрасывать то есть метра два-три мы теряем сейчас найдем местечко где можно будет побросать так чтоб не оставить приманку вода кстати сегодня прозрачная но опять же не настолько прозрачный вот такая сейчас начну я бросать сейчас у меня стоит значит цуребита поменяю на блесно южанку и начнем так кстати здесь не такой уж сильный ветер до этого я стоял в другом месте там прям приманку сбивала забросы были не точные но и щука была вообще там никакая то есть до погоды вчера был ужасно сильный ветер дождь а вот сегодня жара 20 градусов было надо 20 поднялась сейчас уже постепенно падает 18 градусов сейчас поставим южанку и начнем ловить посмотрим повезет ли нам то в последнее время снимаю природу без рыбы вот так предлетит южанка метров на двадцать пять-тридцать но погода вообще классно еще бы рыбу поймать было бы еще лучше под берегом плавают мальки наверно плотва или красноперка прям вижу мальков он тоже камыш камыш бьются вот и лягушки начали петь свои песни о как я забросил прям на камыш но это блесна такая то есть на неизвестных водоемах я начинаю ловить с этой блесной то есть она проходит все коряги спокойно камыши очень в редких случаях можно потерять южанку не знаю не знаю что вообще с щукой может быть здесь они их эти браконьеры сетями электроудочками перебили а вообще кстати первую щуку я поймал на этой реке на реке челбас после чего я заразился спиннингом заразился именно ловли щек не знаю что то вообще вот была бы лодка вот подплыть вот к тем камышам и я думаю потому что всегда выходы были на противоположной стороне берега здесь еще на этом месте я еще ни разу не ловил хищника но видел как она гонит малька именно вот на той части берега ну не знаю думаю все еще впереди лет еще впереди как раз вода упадет плюс поднимется трава думаю здесь щука будет хорошо брать но не знаю сейчас пока что посмотрим покидаем как и что а может быть и повезет давно я но давно месяц полтора тому назад поймал я начал басе щуку 2016 году сезон открыл здесь по щуке но пока чё-то не радует потому что местные браконьеры и не раз замечал не раз ними болтал по поводу сетей сейчас есть информация такая что эти самые же браконьеры они катаются в сторону ростова ростовского области как они мне сказали река маныча есть не ошибаюсь сейчас они там ставят сети каждый божий день ездят туда истребляют там рыбы здесь истребили теперь уже направились в другом направлении видел вчера не только за вчера их короче они рассказывают что они хорошо отловились в сетях у них было судак в районе 2 3 килограмм но блин безработные браконьеры что им нужно деньги конечно таким образом они зарабатывают деньги как они мне рассказывает самая дохлая их не рыбалка сетями где-то в районе 1500 2000 зарабатывают за рыбалку конечно я не признаю это рыбалку но они считают себя рыбаками но не знаю не знаю не раз с ними ругался по этому поводу что лучше ищите нормальную работу постоянное чем истреблять рыб на водоемах здесь уже кроме карасей наверно ничего не не оставили потому что эти ребята истребляют рыбу или же электро удочкой электро удочка или же сетями я лично насчитал 5 сетей у них а не знаю по правде сколько у них может быть и больше вот такие вот дела на реке челбас вообще тишина тишина еще раз тишина не знаю сейчас пройдусь может она здесь под берегом будет находиться а 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 Но где же эта щука? А сейчас я куда-то ушла, кстати где-то километров 3-4 находится платник, расскажу про этот платник, был всего один раз там, правда не ловил рыбу, а просто проезжал оттуда, кстати платников несколько там, ну два водоема, но река То есть, хозяин, два хозяина, они взяли, кстати водоем не искусственный, это же самая река Чалбас Короче рыбалка стоит, если не ошибаюсь, 250 нет, вот 300 рублей Видел рыбаков, которые там оставались на ночь, то есть сутки, приезжали они с Ростовской области, ну типа хвалят, рыба есть, ну реально в садках я у них видел Видел, значит там был карп, сазан, амур и толстолоб То есть, стоит поехать, просто я не любитель мирной рыбы, ловлю мирной рыбы, там на фидер, на донку Предпочитаю более эффективную рыбалку в плане, активную рыбалку в плане ходьбы, поиск новых мест Ну а так, кто захочет, напишите мне в комментариях, там задайте вопрос, кому интересно, могу скинуть точные координаты этого платника Ну а на втором платнике, кстати расскажу, зачем я туда ехал Ну просто посмотреть, что как, и говорят, что очень дешево, но рыба есть Ну вот из-за этого я прокатился посмотреть Ну это было, сейчас я вам скажу, в том году летом, может быть, цены поднялись Но в том году летом они, цена была где-то 250, не то 300, точно не помню Ну а на втором водоеме мы остановились, поспрашивали Там тоже платное место, то есть, тоже такая же цена, 250-300 рублей Ну там присутствует, короче, то же самое, мирная рыба Ну и хозяин вечерами ставит сети там, ну они рыбу, короче, сетями вылавливают И утром везут на рынок, ну и сдают, короче Ну, короче, у хозяина в сети оказался судак Ну, я так понял, что и судак есть там Вот такие вот дела Ну, если будет интересно, задавайте вопросы Я, конечно, координаты оставлю Кому будет интересно, кто живет в Краснодарском крае А именно там вот, Кавказский район, Кропоткино, Армавир, Уст-Лобинск Могут приехать, посмотреть То есть, я не делаю рекламу То есть, просто делюсь местами То есть, я сам не рыбачу по мерной рыбе Только спиннинг и щука, там судак Ну, в основном по щуке Вот такие вот у нас дела Рыбы нет Пока что Ну, будем пробовать Может, все же сможем сегодня уговорить хотя бы одну Ну, хотя бы щучку А вот поднимается ветер Сейчас будем пробовать бросать далеко Вот так Еще метров 10-15 И блесна бы полетела бы на тот берег Но вот, не хватает сил Ну, и ветерок чуть-чуть подбивает Тем более, блесна в виде ложки, как раньше блесну называли Ну, и она Короче, ветер не дает Ей полететь подальше Ну, вот такие у нас дела Рыбы нет Но мы не расстраиваемся Правда После таких вылазок Уже который раз Без рыбы Уже порой надоедает Приходить на этот челбас Особенно вот сюда Потому что здесь место шикарное То есть, можно поймать хищника Но То, что Ее нет Уже как-то напрягает Порой хочется Отложить спинник на пару месяцев Но опять проходит неделька И все Начинается заново Опять хочется На рыбалку Кстати Сейчас я вот нахожусь В поселке Максим Горького 21 числа В Краснодаре Пройдет выставка На выставке будут представлены Все рыболовные снасти Там Спиннинги Катушки Ну, все Короче, приманки Ну, я уже Забронировал Билет И 21 числа Это четверг Я буду снимать видео Ну Для тех Кто хочет пойти Ну, думаю Ну, я заранее сниму Что будут там представлять Поспрашиваю Цены Ну, опять же Все это запишу Выставлю У кого там На выходных Найдется Свободное время Они уже будут Приблизительно знать Цену И что вообще Представлено Какие Орудия Труда Рыболова Представлены На этой выставке Будут знать Цены Приблизительные Ну На выходных Пойдут Может быть Что-то Выберут То есть Я заранее Сделаю Видео Это будет Четверг Вечером Уже Видео Будет Выставлено На мой Канал Ну А там Вы Посмотрите Если Вас Что-то Заинтересует Можете На выходных Субботу Воскресенье Пойти На эту выставку И выбрать Что вам нужно Ну А пока что Я в поисках Места Где покидать Пока что Не могу Найти Ни места Нормального Ни рыбы Правда Под камышами Что-то Ходит Ну Наверное Карась Потому что Эти Браконьеры Жалуются Что Кроме Карасев Ничего Не попадается В сети Ну Уже Кстати В свое Время Река Челбас Была Богата Разными Видами Рыб Местные Рассказывали Мне Что Здесь Были Такие Гиганты Что Ломали Спиннинги Ломали Фидерные Удилища То есть Ловили Они Здесь И Самов И Сазанов И Амуров И Толстолов Кстати Попадаются Опять же Местные Браконьеры Мне Рассказывали О том Что Сетями У них Попадался И Амур И Толстоловик Приличного Размера Ну А пока Что Пока Что По Мирной Рыбе Здесь Может быть Еще Температура Не так Высока Чтоб Мирная Рыба Стала Активной Ну И Хищника Нет Сейчас Посмотрим Побросаем Опять же Если Нет То Значит Не Судьба Или Жи Кто То Меня Сгладил Что У меня С Рыбалкой В Последнее Время Вообще Это Будет Прикольно Если Вот Я Поеду На Лиман И Там Не Поймаю То Точно Меня Сглазили Ну Вот Собираюсь Короче На Лиман И поехать Ну Думаю В середине Мая Поеду На Лиман А там Выберу На Какой Лиман Ну А Пока Что Будем Пользоваться То Что Есть А Именно Река Челбас Хочется Хочется Вот Почувствовать Удар Или Блин Просто Хоть Тоже Вяло Пусть Сядет Он На Этот Крючок Одинарный На Южанке Ну Хотя Бо Увидеть Блин Щуку Хочется А то Блин Уже Ну Когда Я Сейчас У нас Апрель Марти Марти Я поймал Здесь Щучку И Все На Этом Ну Подождем Подождем Еще Месяц Ну Опять же Так Буду Периодически Выходить Сюда Пробовать Ну Не хотел Сегодня Снимать Просто Хотел Вам Рассказать Про Платник Про Это Место Место Кстати Тоже Шикарное Ну Почему То Еще Может Быть То Что Я Поздно Вышел Время Уже Шесть Часов Надо Просто Никак Не Получается Очень Сильно Устаю За День Не Получается Встать Утром Рано Часиков Пять Шесть В городе Когда Оставался Нормально То Есть На Рыбалку Хоть В три Часа Хоть Два Часа Ночи Хоть Не Спи А Здесь Почему То Организм Не Привык То Из-за того Что Я Очень Сильно Устаю За Весь День И Вот Поэтому Не Могу Вырваться На Рыбалку С Утра Даже Есть Вариант Поехать Здесь Еще Рядом Реках Кололы Есть Тоже Много Слышала Что Есть Судак Щучка Но Опять Все Рядышком Но За Весь День Очень Сильно Устаю Еле Еле Я Заставляю Спуститься Сюда Хоть Чего То Покидать Побросать Может Что Нибудь И Клюнет Вот Снимаю Видео Грубо говоря Рассказываю Вам О Местности О Местных Браконеров Ну И То Скажете Спасибо За Это Вот Такие У Нас Дела Здесь Кстати Тоже Прикольное Место Мне бы Вот Под Тот Берег Под Те Камыше Забросить Ну Еще Чуть Очень Хочется Поймать Вообще Блин Что То Было Непонятное И Очень Интересное Было Очень Похоже На Судака Потому Что Почувствовал Как Будто Блесну Прижали Ко Дну Ну Не Знаю Ну Сейчас Посмотрим Что Это Было Никаких Новых Царапин Нет Может Быть Просто Зацепил Водоросли Пока Что Тишина Сейчас Попытаюсь Я Метров На два Пройти Вперед И Попытаюсь Бросить Вот По той Стороны Берега В Камыше А Погода Вообще Замечательно Здесь Вообще Ветра Нет Я Думаю Вот Если бы Полил Дождик Ну А Чуть Хищник Стал Активный Сейчас Попытаюсь Пройти Вперед Самое Главное Не Свалиться Все же Я Залез В Воду Намочил Ногу Провалился Короче Думаю Ну А я Там Заканчивать Рыбалку Нога Мокрая Ну Вот И Конец Рыбалки Я Сейчас Килом Метров Километров Полтора Идти Домой С Мокрой Ногой Вот Такие У нас Дела Вот Такая У нас Трудовая Рыбалка Ну Что Дорогие Подписчики Ну Если Мои Рассказы Интересны Подписывайтесь На Мой Канал Ставьте Лайки Комментируйте Задавайте Вопросы Если Кому Интересно Про Платник Спрашивайте Координаты Этого Платника Нифига Ся Обувь Вода Внутри О Вот Так Вот Такая У нас Трудовая Рыбалка Вот Вот Так Что Делать Ну И Все Думаю На Этом Я Закончу Рассказ О Рыбалке О Природе Ну И Встретимся В Следующий раз До Новых Встреч Продолжение следует